Песня Господи, благослови нас на сей занятия, дару мудрости понять Слово Твое и быть не только слушателями, но и исполнителями Его. Тебе за все хвала, слава, честь и похлонение, Отец и Святой. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Евангелие от Матфея, 14 глава, 20 стиха, это толкование первых томов Блаженного Хофилакта, страница 114. 20-21 стихи «И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коровов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». Толкование. Дает хлебы ученикам, дабы они всегда помнили о чуде и никогда не упускали его из мысли, так как и они скоро забывали. А чтоб ты не подумал, будто чудо было призрачное, хлебы умножаются. Аминь. А именно 12 корзин оказывается остатков для того, чтобы, дабы Иуда понес и не устремлялся на предательство, помышляя о чуде, ну то есть каждому по корзине, да? «Умножает и хлебы и рыб, да покажет, что Он творец земли и моря, и что все, употребляемое нами в пищу, от Него подается и им умножается». Чудо было в пустыне, дабы кто не подумал, будто в ближнем городе купил хлебы и разделил народу. Нет, то была пустыня. Это историческое изъяснение. В духовном смысле, разумеет следующее. После того, как Ирод, то есть плотский, грубый ум иудейский, Ирод значит плотский ум, обезглавил Иоанна главу пророков, то есть не поверил в пророчество, в общем, о Христе, Иисус отходит в пустое место к язычникам, кое пусты в отношении к Богу и врачует недружным душой, а потом питает их. «Ибо если не отпустит нам грехов и не урочует недугов посредством крещения, то он не напитает нас причащением, причистых тайн тела и крови своей, так как никто, не крестившийся и не покаявшийся, не причащается». Это выделено черными, большими буквами. «Жены и дети» исключаются из числа. «Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, немужественного». «И все толковали». «Как раз говорится о крещении». Ну вот, просто добавить хотелось, пустыня, нужно понимать, какая там пустыня в Палестине. Это не то, что пески, барханы там, как Сахара или другие места, планеты. А пустынные места, там горы обычно, каменистые места, где и проповедовал Иоанн Претеча. Поэтому, это отличается. Ну, это как бы такая вот заметка о пустыне, что не нужно понимать, что какая-либо пустыня, где пески там были. Так, ну какие у кого вопросы, добавление неясности? Как понимать, последнее, это значит, что христианин должен иметь не детского и не мужественного? Ну, с другой стороны, Господь говорит о детях, да, и еще говорит, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А вот здесь, говорится, ничего детского, как бы, какое-то вроде противоречие. Как здесь разрешить это противоречие? Как и видно, по-русски считаешь, чем ты есть. Ну, здесь имеется ввиду мужественного, то есть, не, нет, русский язык надо знать. Ничего детского, ничего же наподобного, ничего не мужественного. Вот так можно понимать. Христианин должен быть мужественным и не должен быть женоподобным. Жены-одиночки, воспитывающие своих детей, вот, говорит, очень ужасные дети. То есть, воспитание женское, оно никакое. Ласка, 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 никакой строгости. А у мужчин, он строгий отец, любящий, справедливый, наказывающий Бог свой, и Бог наказывающий. Что-то имеется ввиду. Ели, она не повреждает, у женщин, одни, конфетки, шоколадки, снегистры. Не право, есть такие поставки. А они шапки за речи, да. Все, понятно. А зачем Бог это говорит? Не право. Так, еще что? Гнат Тихович, комментарии какие сказаны? Мы стремились на толкование слов, кроме женщин и детей. Никакого основания толковать это и нету. И не указано. Просто у евреев не было счета. И у женщины не входило, как падшая. И дети, как несовершенненно в разуме, не брали счета. Если их насчитали 600 тысяч, могучих носить оружие от 20 лет и выше. И которые вышли из Египта 20 лет и выше. Все умерли, кроме двух человек. Все умерли. А новое народилось поколение. Они 20 лет не все понимали. И Бог век. Вот нужно смотреть в корень. Я вот иногда думаю, вот первый раз читаешь Библию. Я говорю, ты читал Библию? Конечно, читал. Ну и пророка ты можешь перечислить. Ну мало кто перечислить их сразу. Ну а к какому пророку ты просто с сердцем прикипел и... Ну изнутри не было хотя бы сказано, но ты понял, это ты. Хотел бы так прожить. Если бы сейчас пророки выступили, они все Божьи. И было сказано, ты можешь пригласить сегодня к себе только одного. Биографию его, наложить на его биографию. Какого бы ты избрал? Я задаю такие вопросы простые. Вопросы свободного выбора. Сегодня свобода, то нет, система. Система. Вот он попал в человек военный. Я не могу иначе, я военный. Или милиция там. Он безобразный, через что попало. Вот как был Нургалев, министр внутренних дел. Он пузатый. И какие-то там полы, пузатый. Слово пузатый вообще-то не встречается в приказах. И он в приказах залолики всех из милиции. От этой бочки жира ничего не будет. Значит, он свободно поступил. Впервые прозвучало это слово. Он ничего не делает, жирует и все. Какая у него свобода? Двигаться он не может. Теперь смотрим, переносим сюда. Главное качество свободы. Кто из пророков был самый свободный? Вопрос даже не заставит. Все они были свободны. Но тебе, ближе всех, кто? Я говорю о том, что у меня вопрос возник 54 года назад. 54. Это больше полу лета. Пророк Иеремия. Я за это время видел много фильмов. Иосиф, Иаков фильм называется. Но когда посмотрел Иеремия, я понял, это мой фильм. Все сказано до конца. Пророчество. Верность. Его убивают. Он почти сгорел. Он почти утонул в колодце. Там грязь одна была. Ковырием. И опять его освобождает. И освобождает Кесарь. Президент. И снова он идет один и смотрит на разрушение. Как погибает царь тогдашний. Стал перейти на колени. Он говорит. Открой ворота. Иди, Вавилон. Там ты будешь рогом. Но ты будешь жив. Я никогда не был рогом. Он обнял голову и говорит. Ты уже рог. Ты уже рог. Мне никто не рассказывал про других пророков. Есть фильмы такие отдельно. Там про Исаию. По названию Авваку. Но Иеремия у меня раскрывается с каждым днем шире и шире. А мне его Бог показал сразу же. Как я только просчитал. Почему? Почему ты не можешь ответить? Я действовал в свободе. Сегодня ты бы хотел сказать. А что мне скажут? А если ты думаешь, что тебе скажут? Ты никогда ничего не создашь. Все, что церкви создано. Создано в Духе Святом. Царю Небесный Утешителем. Мы звоним ни Патриарху, ни Президенту, ни Златоусту. Царю Небесный Утешителем. Дух Свистенный. И же бездесыне вся исполняет сокровища благих. Дающие жизни подателю. Приди. И вселись вны не за столом, так и сиди. Вот тогда ты создашь. Тогда родится Златоуст. Родится блаженный Иероним Стридонский в свободе. Свободные люди всегда будут гонимы. Представьте, Иероним Стридонский. Занимает то же положение в Западной Церкви. У католиков. Какое у нас водоуст? А как его гнали? Допрашивали каждый день. Я отвечаю, они не верят. Они подкапываются. Вот меня постоянно вызывали священники. А вы Божью Матерь признаете? Ну я молюсь достойно. Я еще разговариваю, я уже молитву знал. А говорят нету. Ну давай иконы признаешь, что нету. Ну в ваших глазах иконы я снизу должен еще. Ну я прикладываюсь, ты видишь. Почему? Свободы нету. Поэтому ты ничего не сождашь в духовном плане. Ничего. В духовном плане все создается. Приди и вселись вны. И очисти вны нас от всякой скверны. И тогда, когда спаси благие души наши. Вот здесь остановка. Что здесь Господь делает? Он делает свободно, творит. Все упирается в сельского труженика. Где хлеб? Земли. Не от химии, не от нефти, не от бензина. И прища Христа вышла, сеет и сеет. Научитесь уважать труд земледельцев. И свободно делать. Он решил сказать, здесь он меня не пойдет. Год, говорят, будет дождливый. Посею-ка я лед здесь. Это у Льва Толстого все описывается. А нынче говорят такое. Нет, надо на горе посеять. Там, говорят, в этом году вырастет. Яшмель хороший будет. Ты свободно ищешь. А никогда тебе дали указание. Сажай, когда дождливый, еще в болоте сажай. Ты в болоте сажать должен, когда год засушен, и то, что вырастет. Образно. И вот смотри сегодня. На чем выбираю? Всех. Я подошел сейчас к сестру Людмилу. Спрашиваю. Отец здесь ваш. Я видел Анатолия. А он знает, что занять? Я знаю. Пришел, нет, не пришел. Баптист. Вы думаете, они свободы? Нет. Я ходил в Крым, когда вас еще не было. Мы познакомились. Я ходил через весь диаппаратурный, перейти в железную дорогу. А это, ну, шесть остановок, трамвайных для меня, это уже три копейки. Я их зажимал в кулак. Я к нему туда бежал. Ходил всю зиму. Он принял все, но не обратился. А жена, мать его, Олегтина Пантелеевна, пришла, и с ней вот дочь. И с ней вторая дочь. Почему? Она была свободна, а он нет. Он на кафедре. Он раб. Ты уже раб. Я говорю, ты понял, что тысячи дни от царства идут? Конечно, понял. Но почему не говоришь? Да они все равно не примут. Да не поэтому. Ты боишься, что тебя отстранят. Избрали гьяконов. Ваше фальшивое положение, оно с нуля начинается ни от кого. И по сегодняшний день этот страх рабства, боязни так и остался. Он мог прийти на занятия? Задать вопросы. Рядом? Нет. Мы близкие-близкие друзья. Более близкие трудно предположить даже какие. Почему? Он ничего не может создать. Ты должен прислушаться, что скажет Дух Божий. Двенадцать корзин. А откуда известно, что понесли именно апостолу? Нет. Это цифры привязывают. А понесли-то корзины, так как я за два ушка два человека несли. Двадцать четыре уже не слонит, двенадцать. Что бы и удалось? Ну, натянутые толкования. Но мы принимаем. Принимаем. Корзины большие. А что? Это не объекты. Потому что он ломал, и кое-что не прикоснули составы сверх того. А как это понимать? Вот кто сейчас вам отламывает здесь? Церковь наломала. В хорошем смысле. Толкование. Так а что особенного? Ничего особенного нет. В девятом томе открытым оком я делаю подсчет, сколько глав, сколько стихов, сколько слов и сколько букв во всей Библии. И чтобы дать правильное толкование, все данные у стиха Библии должны подтвердить это толкование. А на это не хватит ума никакого. А Дух Святой придя на ощупь и обречит. На ощупь, вы все забудете. Три недели назад я уже здесь был. Или занятие. Сейчас прошу, о чем ни обе не ответить. Почему? Ну, во-первых, мы потомки уже ослабленных и сами такие. А в жизнь, говорит, это надо ежедневно смотреть, нависать над этим. Видите, кто болен, пусть призовет присветил рог и помолится на нем. Я, батюшка, говорю, ты считал это, да? Что, если болен? Призовет, а не пойдет в храм. Ну, это понятно. Я дома лежу на постели, и я сам пришел. А сейчас все здоровые, крепкие. Ну, чтобы не заболеть, а вам все. Ну, мажем-то кого? Все пришли сами. Батюшка проходит мимо. Ну, заходи, помажем. Я в кариторе ставлю. Не надо. У меня Виктор Андреевич, он меня помажет. Он расскажет, какая у меня болезнь. Даже это, и помолится не о нем, а над ним. То есть, вот он лежит, и он пришел, ты сидишь, над ним спонился. Ну, это понятно, раз он болит. Ну, это выполнить и не выполнить. Не выполнить? Почему система? Он в этой системе, он не может сдвинуться. То есть, я старый раз вам скажу, что Иисус пишется ни с одной, ни с двумя. А ты краткий. Да не в жизнь не поверят. А почему? Система. Наша система не разрешает Богу изменить. Его и Ешуа. Ешуа. Нету Иисуса в израильском народе имени. Они даже не понимают, о чем говоришь. Ешуа. Я говорю, а почему? А ответ простой. Мы приняли это не от евреев, а от греков. Греки пришли. Епископ Михаил Первый пришел. А у греков нет буквы Шева в алфавике. Ее не было. А раз летут, они не могли. И он шалает. Ну, шалом, мир. У них везде Шева и Евреев. А у греков нет. Вася Плотников, напиши Шушаника. Святая Шушаника. Он святая, ручка покутила, положила. Написать не могу. О чем напишут, а глупо нету? Мы говорим Гитлер. Американцы говорят Хитлер. А он не Гитлер, не Хитлер. Хитлер. У нас нет этой буквы. Но мы должны сдвинуться и сказать, что я Иисус. Я не буду считать Ешева. Я привык к Иисусу. Но я должен сказать, что это неправильно. Но это не смертельно неправильно. Мы не свободны сказать, не изменить, а просто осознать, что нам доставить. Это не надо. А по одной или двух буквы. Ни одна, ни две, полторы. Полторы. И краткая, это краткая. Краткая надо сказать, краткая. То есть половина буквы. Но почему нужно все время тебе подсказать, что система тебя задушила? А раз ты свободен в системе, ты от Христа уже ничего не получишь. Ты от своей системы получил. Ты жил в страхе. А написано, совершенная любовь изгоняет страх. Начало мудрости. Страх Господний. Страх не перед митрополитом, не перед патриартом, перед Богом. А ты напиши раз в другой, а меня отлучат. От чего отлучат? Ты в Библии считал, написано, кто отлучит нас от любви Божьей. Скорбь, честнота, настоящее, будущее. Суд Божий. Ничто не отлучит. Значит, любви Божьей нет, и ты боишься человека в этой системе. Ведь боишься. И дальше толковать мне еще. Но однажды сознайся, что ты уже раб. Ты раб человеческий. И Библия заканчивается. Участь боязвела в озере Огненном. С причастием во рту в ад пойдешь. Вынезли под эту систему. А что мне, в церковь не ходить? Ходить надо, но не будь рабом. Ты поверь, придет время, по-другому будет рассмотрено суде Божьим. Все по-другому будет. Там не так, как здесь. Это Библия нам об этом говорит. Совершенно не так будет. И вот, посмотри, как пустынники, которые были, где они были свободны. Мария Египетская, она была свободна. 47 пустынник. Никого не видел. А ну, при 75 пустыне, никого не видел. Он свободен был. Понимаете, мы этой свободы даже не знаем. Мы привыкли как? Пшеницу надо размолоть. А не молоть, хоть маленько подробить свиньям, и то дробят. Ну, вот он встречается с одним. Серапион надумал, я хочу увидеть этого. Ну, решил увидеть, кто Марк, фраческий. Пошел, как у людей-то, взял тычинки. Ну, как видите, пошел, пройдет. Там, где, ну, прямо иду, еще, чтобы им друга было видно. Ну, зимой, как нет? Лег спать, проснулся. Все тычинки околоколовой лежат. И он понял, дьявола собрал, нощи околоколовой положил. И думает, ну, как же он вращается? А для чего? Бог допустил. Что закрыто? Чтоб я надеялся не на тычинки, не на митрополита, не на патриарха. Я надеялся на Бога. Ты вник и в самую суть. И ты придешь к земле, к земледелью. В любом вопросе сначала рай и конец его. Ты мыслит глобально. И, наконец, он его видит. Увидел. Беседует, а есть охота. А он видит же его по глазам. Ты есть-то охота. Он говорит, брат, утешим, а то робы их немного. Горобыня, это плоть наша. И так, брат, подавай-ка еще и друг вижу, говорит, рука из воздуха. Как этот Васин в самолете опускается. И там хлеб второй. Он повернулся, говорит, брат, поверь. Вот уже полвека по одному хлебу Бог давал, а сегодня два. Вот это рассуждение, это свобода. Мы можем это? Ну, хотя бы признать, что это не сказка. Я не могу этого сделать. Мне Бог не давал. Один раз дал, и я этого испугался. Да я не видел руки никакой. Запуржил, заснежил в сарай. Пришел с работы, никого нету. Курга, мороз, есть нечего. Открыл в сарай, потопнул, зашел. Там снегом занесено все. Большая кружка стоит с компотом и хлебом накрыто. И все теплое. И по сегодня я не знаю. Ты доверься Богу. И тогда в рассуждениях у тебя появится благоговение к тому, что сказали святые отцы. Им Бог открыл. Вот это толкование. Вот в сектанции собираются разные. У них по сегодняшний день везде спорят. Надо ли? Вот на языках говорите или не надо. Постолали. Пятидесятники. Надо ли субботу исполнять воскресенье? Не знают. Конгрессы, колоквия. Чего только нету. Ты посмотри, что сказали святые отцы. Они действовали в свободе духа. Они не боялись на соборе встать и сказать, вы не правы. Один всем бросал вызов, как Афанасий Александрийский. Дьякор, простой дьякор встал и сказал, все неправильно. Вы подписи ставите под ересью. И дрогнула стена. Во всем православии, во всем Константинополе оставалась одна домовая церковь. В дому на Ползунова молились. Больше никого нигде не было. И он разговаривал встать. А вас мало потеряете. В они не захлестнёт жителями. Вы не будете с ним уснуть в мир, где кому. И рыжковский пруд перейдут и пойдут дальше. И вовремя пруды окажутся. Вот что Бог делает. Я к примеру говорю. А то вы сейчас скажете, что я начальник большой. Ты слышал это? Обрети свободу. Свободу. Здесь был у нас митрополит Сергий Ивановников. Ну попросил меня сказать проповедь. Я сказал. Сопорел Бог человека по образу подобия своего. В одну сторону помещил бы ли вам, что такое свобода. Вы рабы. Митрополитик все. Рабы. Он вышел из машины, а у него в руках вот такой вот. Ну как платье цыганки. Я говорю. Это зачем? Это же навешал век. Он засмеялся. Да, все это оттуда. Ему кто не говорил, а то не говорил. А ты думал? Я просто вижу, а ты не говорю. Он знаешь, что зачем тебе это? Показать, что ты нервный. Работать не можешь. Зачем рукава? Ответственно засущил рукава. То есть ты сейчас кого засущу? Ты она. Стангард, вся юбка. А ты в магазине что-нибудь воровать туда складываешь. И он сразу засился. Да хоть детство разговаривали. Бог решит. Кто детство разговаривал, тот высливо. Есть дерзность и дерзновение. Тебя когда-нибудь трогало то, что в церкви делается? Ты кому-нибудь сказал о том, что 40 раз, Господи, помил, это кощунственно. Это насмешка над Богом живым. Ну нет этого. 40 раз. Господи, Господи, так не бывает. Я пришел сейчас к этому человеку и говорю, Василий, вам, ты снимал. Готово или нет? Он говорит, тут обработка еще какая-то. И второй раз еще буду говорить. Я бы, Василий, дай мне. Василий, дай мне. Все, рихнулся старик совсем. В 4 раз только сказал. В это 40 раз. Армения считает 100 раз у этих лесок, а на 100. А то еще выше. 2,5 раза против православных. Ну да, не раз, скажи, что это неверно. Я считать буду. Я все семьи нахожусь. Но дома у меня этого нет. Я и не священник. Если дал он хлебы, а на сколько хватило обыкновенный хлеб, они снова захотели есть. За весь этот хлеб, это чудо, я не променяю за одну страницу священного писания. Господь сказал, вы меня ищите, потому что ели и наследились. За любым пойду, я даю хлеба и зрелища. Откуда это идет? Рим. Нарок. Алигула. И вот это считаю, мы должны применить себя свободен, я или не свободен. Вот представьте сегодня Духа Святого Господа истинного, животворящего. Выбросили истину. Как оно может быть выброшено? Впереди написано, Бога истина, Бога истина. Отец и Сын. Я Духа Святого в них как выбросил. Какое он имел право? Почему не мунтует православная система? Как? Дух Святого и истину разве? Это Никон выбросил. Это, если по большому счету, просто богохульство. Как от Духа Святого выразить? И ты раз сказал, да другой, а я это митрополиту сказал, написал патриарху, и как? Знаем, не знаем, как вернуть. Вернись и скажи, кто боится Бога, включите сами, я приказы не буду издавать. Это было всегда, даже не было бы даже догадаться, что должно быть. В одном символе, Бога истина, Бога истина, Духа выбросили. И в любом вопросе ты решай так. Вот брат сейчас сегодня считает как, и же от отца исходящего. Здесь будет написано, ты умри, но не соглашайся, что я от сына исходящего. То есть от отца и сына, это католики. Филиоково называется. А святые от отцы понимали половину именно от сына. Зачем спорить? Родной брат Василия Великого, Григорий Нискин, Нискин, город Нискин. И он понимал так, от отца и сына, и никто его не судил. А ты как? Ну, как в церковь считай, так я и считаю. Но внутри себя должен знать, тут свобода дана. В одном месте Христос говорит, пойду и пошлю Духа Святого, а в другом месте умолю отца, а его и пошлют. Вот и считай. В одном месте и сам, в другом месте, и через нас, значит, то и другое приемлемо. Ты внутри себя пометки эти за руки сделай, и будь свободен. Свободен. И вымолю у Бога дар, который идет на свободу. На свободу мышления. И ты увидишь, какими примерами полна твоя именно жизнь. И как они будут сочленяться со Священным Писанием. Немного прочитаешь, но оно заговорит таким голосом, что ты увидишь ветки колышущиеся здесь перед окном. Пошли увидишь, голубя, и все будет откликаться. Это Дух Святой сказал здесь, да это здесь-то. И оно незабвенным будет в тебе. И применимо к жизни. И ни отчаяния никогда у тебя не будет. Вот что можно сказать на то, что жены, дети, все правильно. Но акцент сделан не здесь. То акцент, то есть главное внимание, именно на другом здесь. В свободе. Как Христос свободно это творит. А ученики могли это сделать? Нет, не могли. А бывало? Бывало. Умножали. Святой Марфел разговаривает. Он говорит, какая у тебя, брат, нужда? Он там с ним какой-то, Феофаний говорит. Да какая нужда? Братьев там долго корлить нечего. Пшеница кончилась. Амбары большие. Подмели по сусехам, ничего нету. Так, постой-ка. А у тебя в бароне пшенищинка. Ее взял ее и говорит, вот тебе пшенищинка. Скажи, чтобы ее бросили в амбар. Он ее бросил. Постояли, поговорили. Ну-ка, сходите в амбар. Двери не открываются. Заперла пшеница. Все. Он говорит, это твое что-то. Нет, твое. Это из твоей бороды. А на бритом подбородке-то разве удержалась бы? С бритым подбородком она считая не могла быть. Ну ты дашь немножко юмора-то забавил. И ты увидишь, как все, кто интересному заговорит. У него в бароне-то может затрянет где-то для тебя пшенищинка-то одна. Я уж двадцать лет, надо ты, говорю, питай, он убей. Считай. Слово Божьем дается место, живо, действенно, возбуждает человека на подвиг. Да, Тихонич, что же еще добавлю. Ничего женоподобного. Вот, пожалуйста, бритые, православные, да не только православные. Женоподобное ничего не должно быть. Почему мужчина имеет такой вид? Приехали, этот человек такой там стоял. А я вот так по пузу пополотил, говорит, пустает, ты что такой? А он говорит, из магнута вот так. Я же у вас был здесь, там, рассказывает, все. Я не понимаю, а это что за женщина стоит? Да это мужчина. Я серьезно думал, это женщина. Стоял, фуражка, которая. Я думал, ее курил, вытащить надо, едет. А это мужчина, преподаватель в институте был. Я говорю, еще преподаватель, я не расслышал, показал историю, он лесное хозяйство. Историк, это, если историк, это не должность. Это книжки читать. Учитель, учитель, математики, знания, агроматики, иностранного языка, это учитель. А учитель истории, это не учитель. Это книжка, просто берешь и читаешь. Когда началась перестройка, то исторические факультеты все в один день закрыли, ни одного экзамена не стали принимать и написали. Почему? История страны чудовищно искажена. То есть все эти годы преподавали одну ложь. Одну стопроцентную ложь. И отвечали на пятерку в этой лжи. История-то по-другому пошла. Я когда говорю, да вы какой тут патриот, вы хвалите таких людей. Ты еще не разобрался, о чем я еще говорил. Ты бы еще больше нападал. Вы знаете гениальных людей? Когда меня спрашивают, а кто самый гениальный по-вашему за 2000 лет? Я отвечаю, Шипель-Грубер. Так это же Битлер, правильно, более гениального не было. При условии, что никакого нацизма не было бы. Из полной развалины, полной депрессии, под санкциями мировыми, и сумел поднять державу. На первое место в мире вывел. Мирным путем. Через выборы пришел к власти. Это не переворот, который там делали большевики. Это гениальнейший человек. Супер гениальный. Но когда он решил преследовать еврейский богоизбранный народ, решил все это поразить, уничтожить христианство, это сатана в образе человека. Ну, разделите моменты в жизни. Вот Иуда был хорошим, плохого богу не избрал. Он разбирался, у него хорошо математика работала. Распоставили его пассиром, банкиром. Зачем бы. А дальше-то, как у Валаама-то, прельстился вздою и был убит. А дальше-то пророк Божий. Мы поем, звездой учатся. Это пророчество только одно было. И то Валаама пророчество. А он наступник, но до момента, когда пошел проклинать народ Божий. Ты вникни во все. И картина, Библия откроется, как будто ты сегодня там находишься. А как бы я поступил? Я на такие вопросы провокационные отвечал в университетах. Вот сегодня Христос пришел бы и попросился в гости там или как-то. Я бы его пригласил. Ты признал бы его за Бога? Я отвечаю, никак. Не признал. Признал бы пророку. Ладно, читай дальше. Так, ну комментарии здесь небольшие. Смотрите пояснение выше о том, что такое истинное почащение и крещение. И в каком случае от них будет польза. То есть выше мы читаем. 22 стих. И тотчас помудрил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону. Пока он отпустит народ. Толкование. Отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. Все толкование. 23, 24 стихи. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. Толкование. Показывая нам, что должно молиться без развлечения. Восходит на гору. Ибо все делает для нас. А сам он не имел нужды в молитве. Молится до позднего времени. Научает им нас не скоро оставлять молитву. Но совершать ее особенно ночью, когда бывает наибольшая тишина. Попускает ученикам бедствовать на море. Да научатся мужественно переносить искушение и допознает силу его. То, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность. Все толкование. Не так давно фильм вышел. Игрянул шторм. Посмотрите. Интересный фильм. Что такое море? Что происходит там? Два танкера пополам разламывают шторм. Чудовищные силы. И отправляются. От берега недалеко было. Там пухта была в США. В 52-м году происходит действие. На небольшой лодке. Там человек 15, кажется, можно посадить сегодня. И он сам молодой, этот шкипер. И проходит к самому танкеру. И всех их, они все, значит, эвакуируются. И один все-таки погибает. И обратно возвращается. То есть просто чудо, как это все было, как произошло. Игрянул шторм. Вот вопрос задрогали. Зачитаем армию. Поделитесь опытом. У кого какой опыт? Какие затруднения? Какие откровения? По порядку. Опыт есть. Подними руку. Скажу. У меня вот опыт такой-то. Я считаю, это во столько-то надо вставать. Такой-то продолжительности молитва должна. Вот о том-то надо молиться. Когда бывает холодно, даже на хол вступить. Какая молитва бывает? Опыт. Молитву. Передайте. Вот. Молитвый Никодин вышел. Давай. Я, когда просыпаюсь, не спать уже сильно охотно. Помолюсь буквально минуту-две. И все, и потом опять спать. Сон в более 7-5 тысяч. Я пошутил, а никакого и нету. На минуту-две мне хватает сон в более. А потом все, сон в более. Чем достал? Пап, ну уходят дам. Уходят дам. Ну, купить остальные хотел. Так. У вас есть опыт молитвы? Давай. Вот когда мы жили в Воронцовске, а ты сидел в тюрьме. И мы назначили псалтырь ночами молиться. И я поднимаю всю свою шалфонику. А они стоят все. И меня в плечо вот этим крылом, вот так вот. Я как соскочу. Прикосновение стопроцентное даже. Ребятишек в скейт. На молитву скорее. Ребятишки, давайте так и так. Они все встали, все смотрят. Ну, Давид вообще он был такой эмоциональный. А потом бах. И через день ты приходишь. Спасибо. Мы поехали в Георгиевку. А ты сидишь? А я зашла поздоровалась. Я говорю, Дусь, а где братка? Она говорит, как он сидит? Мне страшно стало. Я, во-первых, тебя не узнала. Безбородый. Ужас. Я как вспомнила. И как скелет. Удалый. Кожа такой с ней. Ужас. Какой безбородый. Когда указ президента вышел, не реабилитация, а помилование всех политзаключенных, 210 человек. Но несколько отказались выйти. Некоторые до 90-го года сидели. Некоторые до 90-го года сидели. Историю читают. Там рядом было. Не всех там. Но вот у ребятишек на всю жизнь это осталось. И всегда сейчас вспоминаю. Вот я простой пример от людей, которые знаю. Долгова Андрей Федотович и Анна Демидова. Новосибирская. Я думаю, вы многие знают их. И она ночью вставала. Андрюша работала рядом с заводом авиационный. Ну и, блядь, смена вторая. Но там позднее заканчивала. Я говорю, встану. А дом шлаковитой был. И как-то сыроватый такой он у них был. Однажды я сразу слышу ее стук. Молитву вставать. Потом услышала дыхание. Прошла неделя. Вторая там над надухом дышит. И меня как-то толкает. А потом услышала такое нежное. Не передать словами. Говорит. «Аня или Анна, вставай!» И однажды Андрюша пришел. Со второй смены попозже. И я говорю, легла, но только согрелась. И опять слышу. «Анна, вставай!» Я подумал, она говорит, только сейчас вставала. И опять вставать, и холодно. И все, больше никогда этого не было. Вот что значит тихое веяние ветра. Будь очень внимательным. Не может встать в постели. Встать на коленях в постели. О ком вспомнить? Особенно о тех, кто крайне нуждается. А кто крайне арестованная. По тюрьмам. Убиваемая. Мусульманами там показывают, как они режут. Вспомнить? Кто-то на операции болящая. Вспомнить? Вот у нас собаки лают, ночью заливаются. А что делают? Чужие люди явно ходят. Овещи пашут шерстят. Пармой через забор на шашлык. По кустам батюшкины. Овечку голову оставляют. Помолись об этом. Чтобы нам еще Бог послал Кирилла одному. Чтобы он захоронил вора. Я не знаю, откуда это известно, что у того вора не все благополучное идет. Который воровал. В интернете мы смотрим. Не знаю. Вот. И вот когда мы читаем, вот читаем описание. Начинаем молитву. Теперь, если ты, конечно, жития знаешь, ты увидишь. Вот мы недавно смотрели, ну, не видите, что смотрели фильм «Апостал». Кто видел его? Поднимите руку. Это не про «Апостал». Это два тройняшки были. Как заслали его немцы на училище. А тут его убили. Когда на его место другого нашли учителя. Научили его плотным. Тут форт был. И теперь заслали. Ну, там показывают такой момент, в котором все это организовал. Небольшого роста. Я артиста не знаю. Евгений Миронович. А? Евгений Миронович. Да нет. Это главный герой. Фоминер. Фоминер. Он лежит на кровати и спит. Один авист подошел и над ним он так стоит и не знает. Наконец, что рукой его тронут, потихоньку. Как он соскочил? Подернулся. Он не понимает, кто перед ним. Он мгновенно, полсекунды, нет, он уже стоит. Он не знает, кто-то генерал стоит или ординарист. А так? Он говорит, телеграмма. Дашь уже на работу. И Ангел-Доуз говорит так. И вот настоятель проходит и тронул ногой, даже не наклоняясь. Монако. И горы огласились ангельским пением. Вот песня какая. Ногой тронул, и все горы запели. А ведь они работали. Ты хочешь уже знать? Житей по хоме, почитай. Амадоропей как говорит? Только прилег по священному богослужению. На Аслах едут там 50 человек. Принял, распределил. Только глаза закрыл, говорит, для верблюда. И с другой стороны приехали. А тут уже на утреннюю. По неволе по стенке поползешь. Когда прислонишься. Но это пример-то какого послушания. Какого трудолюбия. Какой огненной веры. Почему свобода? Свобода послушания. И нигде не написано, чтобы что-то по-другому было. Именно вот так. Трудолюбие и любовь. И ты когда считаешь это... Ну, вписывай туда все слышанное. И примени к себе оттуда ниточку проведение. Чтобы это не бесполезное чтение было. Почему мне это открыто? И ты найди ответ. Почему тебе это открыто? Не открыто. А почему я православно ничего не знаю? Почему я такой безразличный? Не надо тебе искать где-то далеко. Там, где ты есть. Не надо за границу ехать. Хотя и это можно. Почему? Почему все вот эти изобретения. Вот. Телефоны. Интернеты. Все иностранные, а не русские изобретения. Вот он лежит в руках. Это не русское. Самолетик запустил этот вертолет, великоптер. Не русское. У меня знакомый профессор, ученый секретарь АГТУ Каулейска. Валерий Викторович. Я, говорит, пошел со своей Валентиной по магазинам. И говорю, Валерий, вот посмотри, вот шуба. Этикетка не русская. Амихата наша. Бумага вся вот эта. Из Китая. Почему? Лес вырубают. Везут туда эшеломами. Гонят и гонят. Теперь любовь все равно сдачают. У нас ничего уже нет. Кроме старой доедаем, в старой нападе до топоры дотащиваем. Почему? Свободы не было. Когда бионика возникла наука, Сталин сказал, лженаука. А когда сказали геронтологию, он поверил. И один там сказал, как долго жить, и как пытаться, как вставать. Все. И вот там Сталинскую премию. Прошло время, Сталин спрашивал. Ну и как он? Да он умер. Смотри, машины. Всех обмануло. Геронтологами о том, как жить долго. А сам-то почему не жил? Сейчас объявляет. В Хабаровске умер главный кардиолог страны. Какие звания у него. А умер где? В кардиологическом центре. И умер от стрельящего приступа. Что у него самая главная наука была? Что он другим говорил? А по отношению к себе совершенно бесполезны. И едят его черви уже. И какая у тебя польза от всего этого? Ты для себя будь полезен. Вот извлеки отсюда. Вот мы считаем. То есть я сегодня говорил на крещение. Вот люди, которые пришли, они еще здесь сидят. Да по порядку. Первый. Второй. Третий. Даже не крестился еще. Четвертый. Пятый. А кто узнал? Через интернет. Это интернетные друзья. Так я говорю. Так. Кто-то увидел объявление на столбе. На объявление. Рядом в середине аргументы и факты просчитал. Ну по порядку дальше. Подожди. Почему мы не забываем об этом? Тим Бернерсли. Я говорю. Помолитесь о нем. Тимофей. Который забрал. Тим Бернерсли. Интернет. Я сказал посвящение. Просмотр у меня сегодня перевалило за 3 миллиона. 3 миллиона. Это уже серьезная сетка. Свобода. Они в свободе это делают. Делают. А кто слышал такого теста? Никола Тесли. Слышал? По какой отрасли? Электричество. Электричество из атмосферы. Не надо ни огрожать электростанции. Его глушили, давили и не дали. Иначе все по боку. Полностью. Вся страна будет в электричестве залетать, если взять ту энергию, которая в воздухе. И он нашел вход. Ему не дали. И с этим он ушел. То есть он говорил, что в будущем электричество будут портиться электричеством. Как воздух сейчас. Платят за воздух. И как поднялись ко мне эти все магнаты, миллиардеры, которые нефтью торгуют. Она сейчас зачем? Зачем она нефть? Зачем электростанция? Водная. Это невероятное кажется. Почему в свободе? Он работал в свободе. Почему первая атомная бомба там, а русские только взяли и украли? Украли. Двоих работников подставили, мужа и жену казнили. Вы знаете, в Америке, в свободе. Ты не свободный, ты раб, ты в системе, ты ничего не делаешь. А как узнать, в системе нет, боишься. Боишься. Если так сделаю, а тут у меня будет, а меня насяду, тут у меня задолго, у меня землю отниму, меня от церкви отучат, меня от причастия отучат. Уже в духовном плане ты ничего не создашь. Ничего. Где Дух Господень, там свобода. Раз ты не свободен, нет Духа Божия. Кто Христового Духа не имеет, тот не Его. Не Его. Ты чей угодно можешь быть. Человеков, митрополитов, патриархов, папин, кто угодно, но не Божий. Кто Духа Христового не имеет, тот не Его. Не Его. Ну почему не боимся этих слов? Прежде чем пойти сказать что-то. Ты вымоли у Бога право приближаться к Нему. Вымоли, Господи, не отступлю, пока не благословишь меня. Вы знаете человека, который боролся до рассвета. Не отпущу, пока не благословишь меня. Но это же для каждого. Не просто там от истории какой-то читаем. Я буду молиться бить и бить. Сейчас нас как на лагерь до свидания. И сегодня только мы находимся уже на берегу. Крещение, и вдруг надзор. В воскресенье не звонили никогда. А то даже воскресенье. Но голос совершенно другой. Сегодня я выяснил три больших ролика. Роснадзор атакует православный трудовой лагерь. Православный детский лагерь. Атакует. Три больших поставил. Дальше еще более хлестки будут на следующей неделе. И вдруг воскресенье. То есть они прочитали. И Анна Фатауста, батюшка, читает. Посещение. Прошло там полчаса. Сейчас четыре посещения. Здесь 140. Ну разница есть. То есть люди берут то, что сегодня его касается. А батюшка он не может взять. Он просушил, и как будто мимо здесь конкретно его. Вчера приехали, детей забирали. И уже говорят. Они долго дали им адреса, они просили. А подошли как? Раз дети у вас находятся, нужны справки, подтверждения, что я не украл детей. Да как бы их взял-то? Докажите. Это коммунисты не делали? Никогда. Такой проверки не было. А теперь я им дал данное. Они теперь названивают. Заберите детей. Там то и то и то. И вчера уже едут. Ну да, где моя дочь? Ну мы-то ее уже принесли в жертву. Кровь из нее высосали. А она хохочет. Провожает. На ее вешают. А отец видит совсем не такие. Да какая-то подназорная. Зачем же это делал? Забирай. Езжай. Рабы. А смело человек ответил. Это моя дочь. Я выбрал для нее этот путь. И больше не звоните. И сдохла собака. Ни один больше не коснемся. Мне звонят. Я приезжаю. Я такой-то майор КГБ. Так, Игнат Тихонович. Вот приезжал говорят человеку. Он у вас звонил. Так, подождите. Вы с кем разговариваете? С вами. Вы мою биографию знаете? Я что, голоса вашего больше не слышал? Извините. Больше не раз не позвонил. Они очень умные. Ты ему ответил так, чтобы было понятно ему. Ты ему ответил один раз. И все. Ты ничего не бойся. А то я вас знам и Бог. Покоряйте все языки. Да ты давно языком и языкщиком покорился. Чего ты лжешь стоишь? Якова с нами Бог. Нет тут Бога, где нет свободы. Там радство. Ты уже рак, Иеремия, сказал Иеремия. Саня, ты уже рак. Зажал его голову в руки. Ты уже рак. А теперь, а-а-а-а, сыновей колют на его глазах. А что сказал твой пророк? Сказал, я не умру. Не умру, значит не умрешь. Но света не будешь видеть. Каленые, ты уже олова, берут и глаза выжигают. Все, Иеремия один придет, разваленный огонь. Вот как поставили. Кто не смотрел фильм Иеремия, посмотрите, раз, два и третий. Проникнитесь мыслью. Как Бог его избирает. Как он не хочет. И наконец, полной свободе его добивает. Он настоит на четыреньках, разбитый. И еще поднимает чуть-чуть глаза и говорит, так говорит Господь. Когда мы в последний раз так говорили патриарху и митрополиту? Как тараканы попрятались все. Ты ему скажи. Ты тоже смертный будешь отмечать. Подняли люди голоса. Все православный савор отменили. Смотри, сколько людей. Там Лонгин пошел. Жаль его фамилии, который, фарповский. 450 детей подобрали. Спидовские, брошенные, глухонемые. Слепо-глухонемые. Что ты с ним будешь делать-то? Его поставили епископом. Он в патриархии относится. И он выступил. Выступил, бросил вызов украинцам. Не отдавайте детей в армию. И шлют убивать русских. Остальные-то где? 330 епископов языки проглотили. И дальше он выступает так, патриарх. С папой встречался тот, другой. Не поминайте его в молитвах. Они кого поставили? Это не демник, который один раз сказал, ушел. Он сидит обставленный, говорит, священниками, добротой своей. Я хотел сообщить вам известие одно печальное. Я перепроверял, спрашивал. А я не вижу, у меня Гали нету здесь. Ей позвонила Галя. Ольга. Ольга Унагаева. Ольга Унагаева. Вот как мимо по второй строительной идете, по ползуновой, на левой стороне, между Ленинским и Горького, написано, Валер, магазин, тканями торгует. А Аврааминка Валентина Николаевна, она здесь в машине. Сегодня хоронят. Редкой доброты человек. Она приезжала, потеряя. Я, наверное, забрел к ней. Ну, давай еще не спрошу. На Новый год ребятишка. У нас дети. Ну, что у нас все полезно. Достатки 3 тысячи. Ну, это лет 15 назад. 3 тысячи больше стоили-то. Да вам материю отмеривать. Я сказал, нам нужен, кажется, сахар, что-то масло. Она тут же завалила меня и масло всего накупила. Я говорю, так я мог обмануть вас. Я еще не вижу, кто передо мной стоит. И у ней грамотный сенат столетия. На сенат это помочь не другим. В детдоме взяла 4-х ребятишек. Она их не домой взяла, а на попечение. Полное содержание их. Ее обманули, грабили. Сколько покушений на ее было. Сегодня она уходит. Она не была против христианства, Христа. Но вера была слабенькая, слабенькая. Поэтому я говорю, Господи, прости, если не так. И что можно, пособей. Вот у нас шторы висят. Вот ребятишка, надо шьет. Это все ее. Она мне мешками буквально забивала. Материя там бывает. Отрез. Отрез понимали, где-то повреждено маленько. Ну, некондиционный товар. Печаные известия. То есть там два больших контейнера материала везут с Ивановой. И дороги разграбляют полностью. Два контейнера. Это какая цена? И она милиции, никто не помогает. Женщины. Она открывает там филиал, кажется, в Новосибирске. Ее преследуют. Карарули, стреляют. Это вообще. Кажется, вы пробовали, что ли попало кули. Она рассказывает страшно. Родители ее были. Или деды раскулачены, погибли. Мы понимали друг друга. Валентина Николаевна. Мы только утром сегодня. Я молился о ней. Не знаю, что она мертвая. Сейчас я молился. Вот как. А теперь ей будет видно, кто настоящие ее друзья. Сколько тех, которые только вились в окружках, получить от нее. Женщины и женским умом. Как она все видела и говорила. Считай. Вот теперь это применение свободен. Она была свободной в этом вопросе Таргору. С 25 стиха по 27. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, стревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ним и сказал, ободритесь, это я. Не бойтесь толкования. Не тотчас пристал он для украшения бури. Но уже около четвертой стражи, научая таким образом нескоро просить удаление бед, а переносить их мужественно с благодарением. Видите, затупили его, нескоро. Поэтому я не прошу освобождения, а воля горжая, чтобы было. Пугает, детей заберут. Приедет здесь. И Севастян сообщил, против меня воздвигли, там уже прокуратура, уже дело составлено. И что дальше? А штраф теперь уже не тысяча, ну, клядь, 25 тысяч. А где они возьмут? А на общину? А у нас общины в уголе нет. Ну на кого конкретно? На Севастяна? Ты будешь платить? Значит, это пойдет очень далеко. И кто возбудил? Главное, это против нас. Православное. Рождественское чтение. Горки. Священцы, которые, это все у нас ролик есть, на Рождественское чтение, они все вдохлые там сидят, против меня говорят, она говорит, я не пойму, как докладщика там выступает какая-то, я ей дарю. Главное, дети смеются веселые. Как они могут смеяться веселые? Надо обратиться. И все молчат. Обратиться в Роснадзор. Как они загалдели? Да, да, нужно сейчас же документ составить. Я еще не знал, что Роснадзор, это то, что санэпидемстанция. И они составили, вначале там все, это все записано у нас есть. Все ярко. Предательская патриархия. Они по-другому не могут. Только с властями. Я им помешал, я им помешал. Ну что дальше будет? Ну и пришла милиция. Ну бросились детей вязать, плететь будут или как? Пока не знаю. Но это окнется на далеко-далеко. Одновременно. Мы сейчас практику, тактика будет другая. Сегодня еще проведем мучение. Они больше не увидят детей. Как вы увидите детей? С ними никто ни одно слово, чтобы не разговаривал. Молча запираются и уходят. Лагерь брошен. Старо ставлю. Воюйте теперь. А то не возникло, что я их не принял, не пустил. Они ложи хотели проликнуть. Когда уже потимушки были, они вторичнее хотели. Я говорю, эту тему отработали, причин нет. Прокуратура была и милиция. Я прошу только помолиться, да будет боли Божьей. Этой неделе они будут что-то делать. Они успевать хотят до 2 августа. Я уже это озвучил. Люди детей отдавать не будут. Дивнальная юстиция. Будут отстреливать их. Но этого мало. Люди будут искать защиты. От защиты Бога только. А Бога-то не верят. Поэтому люди кинутся в мусульманство. Это полная защита. Только мусульмане могут дать. Ты вот конкретно сейчас сказал. Я мусульманин. Сказал. Вот тут так. Назад хода уже нет. 2-3 свидетеля были. Назад себя христианином не быть. Головы слезут. Но ты взят на ученый мусульман. И тебе любой твой пист. Они зафиксируют и придут на помощь. 2 миллиарда двинутся тебе на помощь. Люди пойдут туда. Волной пойдут. А власти этого не видят. Они не знают. Они слепые. Одержимые духом зависти. Это из зависти они ко мне делают. Мы прячемся. Я не знаю. Как в прошлый раз было в колоде. Так мы сварили крышку железную. У нее борта сделали на землю. Чтобы нигде даже с принцовкой ничего не сбрызнули. А они волшебики в белых халатах. Они все могут. Как у нас тогда делал медон. Они говорят. Ку-ку. Все могут. Вот на этой неделе мы будем поработать. Ну и десертироваться. У Бога. А дальше Господь увидит. Дитя я им не один сказал. Я им сказал. Вам меня не сгибы с места. Я брос уже туда. 45 лет. Что вы хотите со мной взять? Вы гляньте перед вами. Какое щуще логородное стоит. Да мы и так смотрим. Плохо смотрите. Дети так гибнут у вас отравленные. Не у нас. У нас ни одного больного нет. Дети веселые. Они как пришел. На экране играют. А они там все спрашивают. Они слышат. Они кричат. В отдаленном этом месте хорошо. Слышно что? Вот лучистый оглашает фея к тис. Наш костер горит. Как суплями горшок. Еще что? Звезды из них рассыпались. А вниз. Йог. Их не слышите, когда разговаривают. Это йог все задушает. А что у них поезд? Русь еще жива. Как Роман пишет. Матюшина. Русь еще живет. Плохо было бы еще впереди. Свободные дети растут. Свобода. Давай. Так. Толкование продолжаем. И потом, когда уже много пострадают, просить избавления от напастей. Ночь разделялась у преемственности регущих воинов на четыре части. Так что каждая стража содержала три часа. Все толкование. Это вопрос задательный. Евреи верили, что душал человека или нет? А что они подумали, что призрак? И почему они встречали? Что они по словам призрак понимали? Привидение. А? Привидение. Почему они встречали-то? Мужики здоровые, природные рыбаки. Эти люди закаленные, не явные были, какие-то эпилептики. А что они встречали-то? И почему, по словам, надо было их успокаивать? Объяснимое явление, сверхъестественное. Ум ужас проводит, страх. Призрак. Понятно? Призрак. Но призрак, значит, если не существует, еще нечего бояться. Значит, они знали, что от призрака можно ожидать чего-то недоброго. И в страхе с вещами. И это признаменование чего-то. Ну, раньше считалось как. Если на встречу идет священник, надо перейти на другую сторону улицы, как сейчас традиционеры. Встреча со священником не сулит ничего хорошего. Это, в общем, народное мнение. Не такое было. Призрак на встречу идет. Вот человек заболел, но вызывает батюшку вызвать, может, по собору. А что вы меня жильем хороните? Ну, у меня мама так говорила. Мама так говорила, что давай батюшку позовем. А что вы меня уже хороните? Все равно же угорла. Вот когда на все это посмотришь, такое близко. А я воспрещал или воспрещал, если призрак увидел. Ну, даже приведи к себе, чтобы она заговорила. И что понимать под призраком? Не существующее, не существующее в новом измерении. Христов Пятого. Или душащая до человека. Или нечистая сила сатана. Домовой явился. Домовой еще на воде делать. А что не домовой, а водовой какой-то. Ну, вот это все разобрать. Знаешь, как это интересно. А если я в этой лодке был? И ветер встречный. Какой интонаций он сказал? Ну, кто знает, как произвести. Я думаю, Дагунов, тот бы сказал, как. Христос на расстоянии. Ну, какие слова говорить? Ободритесь. Это я. Не бойтесь. Ну, вообразите, что. Ну, вы можете тоже сказать. Идете по воде. Каким образом Христос засидит до них издалека? Какой интонаций голос был, громкости? Ну. Колеников. Ну, он громко сказал. Ты произнеси эти слова. Ты идешь навстречу ученикам. Вопросы себя. Ну, радуйтесь. Не знаю. Не может быть. Так. Кто хочет сказать? Ну, произнести так, как Христос произнес. Копию, да. Он не поймет, о чем говорится. Апостол Павел говорит, апостол Павел говорит, апостол, бреди тихий. Чего взяли, что леди тихие-то были? Ям фотоуц говорит так. Если бы гнев был не от Бога, Бог бы не дал его. Гнев это от Бога. А куда его направить? Похотение для рождения, не для того, чтобы блудить. А вовне было, да знаешь что, да зачем мне жена нужна-то? Восемнадцать лет его ростешь, он тебе и голову отвернет. А вот именно, все забываешь. И ничего ближе у тебя не будет. Рассуди. Апостол Павел говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола. Как он сказал Елиму Волху? Какой интонация? Ты враг всякой правды, сын дьявола. Наверное, не так сказал он. Никон знал, как сказать. А вакуум знал. Наши тесы считают в другой раз. Ты думаешь, он то ли больной, то ли что. Протокол по вакууму. Большое село проповедал, открыта дверь. На другом конце деревни было слышно. Это вообще, вообразите, это труба Елихорская. Почему? Он любил свое дело. Говорят, а вакуум? А там пришли с медведем, с бубном. Да вы что так? Он попер, там догнал медведя, сорвал, палка его в лес. Бубен разломал. Ну и дальше-то его уже бить будут. Но он знал, что последствия будут печально. Зато я верю перед Богом. Все. Ну я один написал, говорит. Много что-то от ауакуума имеет. Я в ауакуума что-то есть. На меня стихотворение. Как в фамилии этой книги. Ну как, как интонация. Произвести, как Христос сказал. А в интонации будет понятно. Понимаем ли страх? Он понял, что момент наступил успокоить. Иначе они сами лодку от страха перевернут. Они забудут, что на море. Бросятся бежать к берегу. Петр, да зачем сказал, что идти-то? То есть в лодке нет той безопасности, которая рядом со Христом. Он избрал такое участие. А уж отвел глаза и... Как кувалда. Ободритесь. Это я. Не бойтесь. Вот видишь, что-то мы услышали. А ну-ка, Исаакий, ты как думаешь? Там сонных всех разбудите. Попробуйте, может быть, скажут кто-нибудь. Ну явно он не кричал, конечно. А? Я думаю, что не кричал. Он не кричал. Он что, по шепотам сказал. Ну и не шепотом. Ну понятно. Шум вон бьют. А их что? И он бы что сказал? И он не кричал. Да по-другому-то и не услышали бы. И они бы подумали, что призрак. Я вам сказал. То дебунов, то сразу воспроизвел Бог. Ну что, все, наверное, да? Или полтора часа? Час. Больше? Час, всегда полтора часа залейте. Час уже прошло. Еще маленько. Почти я думаю, слабо. Чтобы обогрились. 28-го, 33-го стихи. Петр сказал ему в ответ. Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Ну, значит, на таком расстоянии, и тоже шепотом говорил. Ну, Петр-то человек. Ясно, что он прокричал ему. И когда изображает, показывает вдалеке, а Христос ведет. Он бы рукой-то тронулся, а то встал, пошел и не дошел к тому, кто сейчас. Значит, там не два шага было между ними. Они издалека увидели, над волном их поднимаются, вот по-другому. Призрак? Ужасно какой нахал. А ты бы испугался? А чего бы я пугался? Испугался. Вот патриарху Алексею-то явился, говорит, во сне, Феодосе-то. И что, Рефард? Когда сказал, не гнат ему Рая Божьего. Мы с правителями слепились. Они не правители, а кривители. И тут же сердечный кресток. Это не просто так. Но он же сказал, иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас просер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же лодки подошли, поклонились ему и сказали, истинно, ты Сын Божий. Толкование. По пламенной любви своей ко Христу Петр желает тотчас приблизиться к нему и прежде прочих. Показывая силу свою, Господь подосплав Петру море. Но смотри, Петр, преодолев большую опасность моря, убоялся меньшего ветра. Так слаба природа человеческая. А как скоро он боялся, тотчас начал тонуть. Значит, когда ослабела вера, тогда последовало потопление Петра. Это научило и его невысокомудрствовать. И послужило успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как выше их Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. Показывая, что не ветер дул виной рукопания Петра, а молодушие его, Христос укращает не ветер, а молодушие Петра. Посему, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Петр называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. И сего, познав Иисуса, они исповедуют божество Его. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, а Богу. Путь Твой в море, анестезя Твоя в водах великих. Псалом 76, 20. По духовному изъяснению корабль означает землю, волнение – жизнь века сего, возмущаемую злыми духами. Ночь – невидение. Христос предстал в четвертую стражу, то есть к концу веков. Но смотри, ветру. Почему Феофилак не говорит? Апостол Павел упоминает, говорит, не увлекайтесь не в философии, а ветром учения. Ветром учения. Он мне не берет это, упустил. Вот теперь в духовном плане. Я разговариваю с одним человеком. Он много пострадал. Был приговорен к смерти. К смертной казни. Не за преступление, а за то, что распространял протоколы селинских мудрецов и прочее. Вам это близко. Вы знаете, о ком я говорю. Перед ним трудно было стоять власти. Как он отвечал. У меня где-то записи даже были. Но, когда он оказался в своей системе, в религиозной, он видел отступление. Но сказать уже не говорили. Я всегда удивлялся. Такие сменные люди. Ну почему они ничего не сказали, как Солженицын? Вот вернулся и сразу же написал письмо Патриарху. Вот это надо признать, это признать. Геннадий Старо Брянцев. Зарубежная стержка принесла покаяние. Мы виновны в этом. Потому нас Бог наказал в революции. Солженицын это видел. Почему другие этого не видят? И он прямо выступил патриарху на куставу и всем. Почему молчат? Есть же ограмотные люди, знают что-то. Не просто написать, а поднять людей на это. Молитесь. Молитесь об этом деле, я буду писать. Потому что иначе у нас ничего не будет. Мы погоним сами себя. Там смелый. Вроде внутри церкви видно. Вот говорят, если я буду правильно крестить, меня заплетит архиевер. Ну хорошо заплетили. Чего ты боишься запретов? Ну а я служить не смогу. Да зачем тебе служить-то? Собирай грибы, лови, рыбу, овечи, лови, лови, расти. А Бог рассмотрит твое дело. Не бойся. Мало ли каких дел у тебя еще предстоит. А теперь второй такой, третий, пятый. А вот тогда вдруг где-то эта система. Но ни одного нет смещенника, я не знаю, которого за правильное крещение заплетили бы. Мне вчера передали. Братья эти. Вот сидят здесь. А расскажи, Садарман, про отца Кирилла, что-то у него погромче. Самого. Для Терселев, 24-го храма Христа Платителя. Ну на него давление в последнее время было. Там два человека, мы их знакомы. То есть я их как бы направил, были беседы, я их направил к батюшке Кириллу, они ставили духовные меча. Вот он принял их в общину и молится там. И вот один Иван его зовут, тот как-то позвонил, говорит, то есть батюшке там предъявили обвинение в том, что купол не отремонтирован, вот, из-за того, что Иоанн он не принял на храм. Ну еще там какие-то обвинения, вот. И якобы подготовили замену ему. Ну вот это, что я понимаю. Сколько дней, да? Но потом после этого я был у них на службе, вроде все спокойно, там, ну, тихо, то есть. Ну, Господь покроет. Его душат свои, не чужие. Свои братья. Они этого делать не могут. А он это делает. Он в Союзе Писателей Российской Федерации принят. Он талантливый. А они этого не могут сделать. Кресту только полном погружении. Все служение от начала до конца стародательское. А находится не единый лешевый котятник. А московский патриархат. Он талантливый. И в данном вопросе он свободен. Свободен. Все, с местами. Ну все до последнего шага. Причищает надежда какая на нем. Все. Это белый священник патриархии, который получил какую-то награду или грамоту от митрополита Кирилла. Этого Кирилла говорю. Корнилия. А своей этим патриархии. А вот теперь на него что-то. И они не принимают. Дело вне с того, чтобы поддержать они его души. Находят какую-то вину. Он не за них ничего нет. Значит, помолимся о нем. Потому что он уникален. Уникален он единственный в этом настроении. Он меня спрашивал. Неоднократно звонил. Вот наседает и на нем принять. Что делать? Если можешь, упрись. Я говорю, до конца все можешь. Дай пример другим. А нет, значит. И на надо еще не знаю каких-то часа. Но уже где-то близко рядом. Опять отстоял. Проходит время, опять звонил. Я у него был останавливался. Он сразу прям сидит на служение. Выставляет меня, одевает сикарь на проповедь. Он свободен. К нему дали объявление по московскому округу. Что к нам приехал. Меня называют. Приезжайте, в воскресенье будет встреча. Понятно? Он ни на что не смотрит. А сам болящий. Почему не взять его в пример другим священникам? Не бояться. Открыто выступить. Где-то и он не может сказать. Где-то не полная свобода, но и на других уже не похож. Свои братья, раз его душа, дошли не такой, как один. Ну все, смотри тут. Ну закончить надо глава. Тут немного. И которые прикасались и исцелялись. И которые прикасались и исцелялись. И которые прикасались и исцелялись, да? Да. Прошу прощения. Прошу прощения. Толкование. Так как Христос прежде долгое время пребывал в земле Денисаветской, то жители его узнали его и по виду, и по чудесам, и обнаружили в себе столь теплую веру, что желали прикоснуться хотя к краю одежды его. И те, кто прикасались, получали исцеление. Так и ты прикоснись к краю одежды Христовой, то есть к скончанию жительства Христова во плоти. Ибо если будешь веровать, что Христос родился, умер, воскрес и вознесся, спасешься. Так как одежда есть в плоти его, а край сей одежды означает конец его жизни на земле. Я от имени моего телефона поговорю с вами сейчас. Телефон. Он сам не может сказать. Мне постоянно звонят. И чтобы он не высказывал телефон, ему надо мешочек. Вот такая комнатка я ему сделал. Вот. И она это уже трение дает, и он в кармане не выпадает. Я скорее прессой потерял. Потерял. Владимир у меня работает. Я говорю, подойди, помоги. Вот крайняя. Ахова Сергея. Ну, кое-как нашли. И чтобы не потерять, я ему обновку пришил. Это мой телефон, с вами делится, чтобы его не потерять. Он говорит, вы к моей избушке пришейте вот такой предбальничек. И у вас он не потеряется. До обеда было, наверное, звонков не меньше 20 км поступило бы. Непрерывно со всех сторон дарует. Ну. Песня. Звучит. Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время, за этот чудный воскресный день, за то, что Ты приводишь новые души к окрещенской купели. Слава Тебе! Найди, Господи, новые души, приведи их к истинной вере, к окрещенской купели, к покаянию. Слава Тебе за Слово Твое, Святое и Вечное, просвещающие души наши. Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, всех православных христиан, посети милости Твоей. И на детей наших пролей милость Твою, даруем страха Твоего, веры и послушания. Путешествующих сохрани, всех обижающих и направляющихся ему месту благословения. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.